И снова мы возвращаемся к незримой идущей четвертой битве за Атлантику. На прошлой неделе уже вышла публикация, в которой подробно рассказывалось о том, как ВМС США совместно с союзниками по НАТО проводят масштабные военные учения с тем, чтобы исключить выход российских АПЛ в Атлантический океан, откуда они смогут прорваться к американскому побережью на дистанцию ракетного удара. Настала пора поговорить о том, что этому может противопоставить Минобороны РФ. Атлантика является стратегически крайне важным регионом, поскольку в случае начала широкомасштабной войны в Европе, между Россией и блоком НАТО, естественно, США будут вынуждены перебрасывать через океан на помощь своим союзникам морские конвои. Те станут закономерной целью для кораблей и подводных лодок Северного флота РФ, поэтому для противодействия ему Пентагон в 2018 году воссоздал свой второй флот. Ввиду крайней немногочисленности российских надводных сил, реальную опасность для гегемона представляют именно наши АПЛ. Они способны скрытно подбираться на дистанцию нанесения ракетного удара и поражать как корабли противника, так и наземные цели. Первоочередной задачей сил противолодочной обороны Североатлантического альянса является их обнаружение, сопровождение и при необходимости уничтожение. Итак, что этому в состоянии противопоставить мы? Как российский флот сможет противодействовать огромному по численности и мощи американскому? Проблема крайне сложная, особенно если учитывать разницу в весовой категории, однако кое-что все-таки сделать можно. Во-первых, сперва корабли противника необходимо своевременно обнаружить и идентифицировать. Немногочисленные наши самолеты ДРЛ не в состоянии постоянно контролировать весь мировой океан. Для этого Минобороны РФ формирует на орбите систему радиолокационной разведки РЛР «Лиана». В ее составе будет два спутника «Лотос-С» и два «Пион-НКС», которые разместятся на высоте до 100 километров. Благодаря этому, не более чем за три часа с точностью до трех метров, может быть обнаружен любой объект размером с автомобиль, бронетехника, самолеты и, разумеется, корабли и военные конвои, а также АУГ противника. После координаты для целеуказания будут переданы в командный пункт. Во-вторых, необходимо иметь некое условно неотразимое оружие. Плавучие аэродромы надежно прикрыты множеством кораблей Уэро, системой Прейджис, а также крылом палубной авиации. Преодолеть ИДЖИС способны разве только гиперзвуковые маневрирующие ракеты, выпущенные скопом, например, «Циркон», разгоняющийся до восьми махов. Изначально заявленная дальнобойность российской ракеты составляла от 400 до 600 километров. Она была успешно испытана с борта фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков», пролетев 450 километров. Американские противоракеты «Штандарт» СМ-3 и СМ-6 не в состоянии эффективно противодействовать «Циркону». Также реальную угрозу для УГВМС США представляют гиперзвуковая ракета «Кинжал» воздушного базирования и противокорабельная ракета Х-32, но это тема для отдельного разговора. В-третьих, необходимо решить проблему с выходом носителя на дистанцию эффективного ракетного удара. Возьмем самый тяжелый случай с американской авианосной ударной группой. Безопасно подойти на дистанцию в 400-600 километров к УГ надводному кораблю, крайне проблематично, вернее невозможно. Он будет потоплен палубной авиацией или эскортом авианосца. Палубные истребители, бомбардировщики, штурмовики F-A-18 и F-Super Hornet способны осуществлять воздушное прикрытие на глубину от 600 до 700 километров, а новых F-35C на все 1100 километров. Реально скрытно подобраться к ударной группе могут только многоцелевые атомные подводные лодки проектов 885 и 885М, например, К-560 «Северодвинск» или новая, более совершенная и лучше вооруженная К-561 «Казань». У последней имеется 10 пусковых шахт на 5 калибров, ониксов или цирконов, соответственно. Иначе говоря, один модернизированный ясень при удачном стечении обстоятельств может если не потопить целую АУГ, то крепко потрепать своими пятью десятками ракет. Уничтожение конвоя будет для российской АПЛ гораздо более простой задачей. Интересно вот еще что. Сообщается, что разработчики увеличили дальность полета циркона до 1500 километров. А это уже совсем другой расклад, гораздо более выгодный для российского флота. С дистанции в 1500 километров даже простой фрегат проекта 22350 Адмирал Горшков и его собратья начинают что-то собой представлять против гораздо более мощного противника.